Продолжаем тему ожогов, ожог сковородой или любым металлическим, чем-то горячим на кухне. Во-первых, кажется нет ни одного человека, взрослого, который не обжигался, во всех смыслах обжигался, но который не обжигался об что-то горячее, металлическое, например. И остается след, прям сразу, то есть невозможно долго, во-первых, это все держать, то есть если кипяток на вас вливается, это одна история, или вы кипятком обожглись, но если сковородой, то есть вот сразу будет вот так резко. Та же самая первая помощь, ожог термический, и максимально охлаждаем, не в смысле по градусу, а в смысле подолго, минут 5-10 под проточной водой. У меня тут будут летать комары, но ничего, мы с вами справимся. Вот, охлаждаем, минут 5-10, хотите дольше, вот пока у вас хотя бы немножко боль, да, не угаснет, или пока вам не надоест, то есть охлаждайте, потому что мы как раз вытягиваем, вот то тепло, которое зашло, мы вытягиваем. Предполагается сейчас, что я говорю об ожоге, вот пальцев, руки, предполагается сейчас об этом конкретном, то есть ожог сковородой. Знаете, какой интересный нюанс, когда общаешься с людьми, и сама я замечала, вот особенно вот такие вещи, как вот, господи, казалось бы, вот тебе и прихватка, вот тому это, ну как можно было обжечься? Тут срабатывают несколько моментов. Первое, мы торопимся, то есть мы хотим быстрее что-то помыть, мы хотим быстрее что-то достать, мы недостаточно хорошо там взяли какие-то защитные средства, полотенца в прихватке и так далее. Первое, торопимся. Второе, очень интересная штука, мы с вами ее будем периодически вспоминать, потому что она очень много где срабатывает, и вы точно могли это чувствовать. Это как, как будто бы вас выключили на доли секунды, и вы даже не поняли, как вы только что что-то пролили, или как вы только что что-то уронили, вообще непонятно. Да, такое может быть, знаете, как мозг, как процессор, и он реально может зависнуть на доли секунды. Мы с вами это еще обсудим в теме обморок, это как раз более долгое зависание, потери сознания, вот эти все темы, мы с вами это обсудим, чем они отличаются, когда звать врача, когда не звать врача, что в это время, ах, комары! Вот, но ничего, очень хочется просто вот эти темы для вас максимально записать, потому что они нам очень-очень нужны уже, и чтобы, соответственно, вы могли в удобное для себя время их посмотреть. И вот на таком вот пространстве, чтобы вас вроде бы прожег, вроде бы такое что-то не очень, но вроде бы вот зеленая, спокойная трава, птицы, наверное, вам не слышны, но они вот поют. В общем, друзья, ожог, сковородой, да, он случается, помогаем себе точно так же. Например, мы под проточную воду охлаждаем, если у нас нет проточной воды, то мы, если у нас есть лед или другое что-то холодное, то мы ни в коем случае не кладем это все на руку, мы кладем на ткань, это вот у меня здесь сейчас плед, например, полотенце, и вот тогда у нас должна быть какая-то прослойка, очень комфортная для кожи, то есть она и так обожжена, еще если, то есть нельзя прямой лед, нельзя что-то прям морозное, что-то вот именно с морозилки достать и положить чисто на кожу, нужно, чтобы была прослойка тканевая обязательно, это может быть все что угодно. То есть если, в принципе, ожог идет речь не там об ожоге третьей степени, то вы можете там, где уже, да, нет волдырей, там, где нет прям открытой раны, от ожога может быть, да, открытая рана. Вот, тогда вы можете спокойно, соответственно, положить сухую ткань, а если там, где уже волдыри или открытая рана, тогда мы кладем не просто ткань, мы кладем смоченную, то есть мы, мы даже уже тогда, там есть, ну, если открытая рана, да, то есть тогда мы уже просто смачиваем желательно чистая, да, например, марлю и просто закрываем вот эту уже рану и, соответственно, сразу обращаемся к врачу, вот, как можно скорее. А если вы просто сковородой там обожглись, то, соответственно, охлаждаем и сейчас очень красивый закат, я вам покажу. Охлаждаем и лечебной мази я вам отдельно сниму еще видео, это оно будет, вы можете посмотреть, чем и я лечила свой ожог, каким его писали. Вот, то есть такие вещи, как, например, ожог сковороды, ну, вам, если он такой, да, там, и, в принципе, ничего, то есть можно не обращаться к врачу, но вот, как бы, из лечебных можно посмотреть то, что помогает. И, соответственно, Аполло то же самое можно, я о нем буду часто говорить и уже записывала про Аполло. Аполло это такая гель, разработанный специально, как раз противожоговый, лечебный, Вишневского разработан, институтом Вишневского, и он очень действенный, его все рекомендуют, я сама пробовала, да, очень охлаждает, помогает, лечит, снимает болевые ощущения и очень действенный. В общем, со сковородой разобрались. Сейчас перейдем к следующей теме. Продолжение следует...